МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Алматы итоговые новости. В студии для вас работают Дина Женабекова. И Диас Мохамбетов. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многочисленные ДТП, школьники и студенты на дистанционке. На что еще повлияла непогода в Истане? Детские больницы Алматы почти заполнены больными кориум. Какие меры принимают медики? В Казахстане ужесточат требования к хостелам и вузам. Как именно? В Алматы начнут принимать заявки на арендное жилье для молодежи. Когда? Начинаем выпуск. Непогода в Истане сегодня застала врасплох водителей и пешеходов. Из-за сильной гололедицы на столичных дорогах произошло почти 200 аварий. Еще свыше 180 человек обратились за медпомощью в травмпункты. Некоторым требовались срочные операции и госпитализация. Медучреждения в эти дни работают в усиленном режиме. О последствиях непогоды и прогнозах синоптиков на ближайшие дни репортаж Далина Сиповой. Ледяная глазурь покрыла столицу минувшей ночью. С самого утра в травмпункты поступали люди с растяжением и переломами. В течение дня за помощью медиков обратились 182 человека. Большинство получили травмы из-за гололеда. В числе пострадавших 7 детей. Число несовершеннолетних пациентов могло бы быть и больше, говорят врачи. Школьников спасло, что обучение перевели на дистанционный формат. Госпитализировано 13 человек. Из них, слава богу, детей не было. Радует то, что детский травматизм в этом году значительно ниже ввиду того, что было введено дистанционное обучение. В основном встречаются переломы голеностопного и лучезапятственного сустава. Госпитализируются более тяжелые травмы. Это крупные сегменты конечностей. Бедро, плечо, перелом бедра, перелом плеча. Если школьников перевели на онлайн-обучение, то взрослым все же пришлось добираться до работы. Горожане отмечают, что утром тротуары напоминали настоящий каток. Я скользил, прям под углом катился. Поэтому, ну, в основном на брусчатке. Потому что прямо, она когда мерзнет, она прям конкретно, прям каток. Хорошо справились, да, наши службы. Уже все очистили. Ну, или погода помогла, потому что тепло. Но я надеюсь, завтра так же соберутся, да, всеми силами, потому что опять заморозки обещают. Повышенная аварийная опасность и на дорогах. Только в первой половине дня в столице произошло почти 180 ДТП. На пригородных трассах сталкивались сразу по несколько машин. Полицейские призывают быть внимательными не только водителей, но и пешеходов. С 7.00 до 13 часов в столице зарегистрировано порядка 79 дорожно-транспортных происшествий. В связи с погодными условиями и выпадением осадков просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость. Не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. После обеда в столице установилась плюсовая температура и ледяной покров растаял. Но синоптики предупреждают, что завтра снова будет мороз. И, возможно, ситуация повторится. Ситуация с курью в Алматы нестабильна. Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения. За полгода подтверждено почти 3000 случаев заболевания. Большая часть зараженных – дети до 14 лет. Сейчас в городские больницы заняты на 90%. С начала года закуплено более 220 тысяч доз вакцины. Аида Имманали с подробностями. Врачи отмечают, что количество непривитых детей идет на спад. В больницах обеспокоенные родители выстраиваются в очередь, чтобы получить прививку. Одна из них – Алматинка Жохардитен. Моему сыну пять лет. Мы только получаем прививку. Услышав такую страшную новость, я сразу же обратилась в больницу, не понимая тех родителей, кто отказывается вакцинировать своих детей. А вот Алматинка Мульдр Садыкова опасаясь за здоровье своих детей, вторую неделю не отправляет их в ясли сад. Сегодня она привела обеих дочерей на вакцинацию. После того, как я узнала, что в детском саду, куда ходят мои дети, есть заболевшие корью, то сразу же перестала их водить туда. Конечно, это дело каждого, но считаю, что нужно делать все, чтобы ребенок не оказался в числе заразившихся. Плановая вакцинация кори проводится дважды. Первая доза в возрасте до года, вторая в шесть лет. Каждая получаемая доза вакцины против вируса, по словам врачей, укрепляет иммунитет ребенка. Прививки же проводятся во всех поликлиниках города по месту жительства абсолютно бесплатно. Корь само по себе очень опасное заболевание, контагиозное, передается очень быстро, воздушно-капельным путем. Поэтому детей нам надо оберегать, а для этого нужна нам сознательность наших родителей и мам. Поэтому для этого мы проводим полную информационно-разъяснительную работу, раздаем буклеты, памятки в школах, в садиках, мамам, в чатах сидят на связи наши участковые, предупреждают, что необходима вакцинация. В первые дни болезни корь бывает сложно отличить от обычной простуды. Человек плохо себя чувствует, повышается температура, обильное выделение из носа, покраснение глаз и никаких специфических симптомов нет. Однако сыпь может проявляться лишь через неделю, отмечают врачи. По их словам, корь может привести к тяжелым осложнениям, таким как пневмония и энцефалит, а в некоторых случаях и к смерти. По словам врачей, вакцинация представляет собой не только способ защиты, но и предотвращает все его серьезные последствия. Аида Имман Алимира, Мисабеков, телеканал Алматы. Тем временем в мире набирает обороты новые боли, заразный штамм коронавируса Пирола. По сообщениям зарубежных СМИ, его выявили в 10 странах. В Казахстане этот вариант ковида официально не зарегистрирован. Однако некоторые горожане все же опасаются за свое здоровье. Есть ли повод для беспокойства, узнаем у пульмонолога Абзала Малбасканова. Он сейчас выходит на прямую связь со студией. Здравствуйте. Действительно ли новый штамп рождает слухи о возвращении ковида? Абзал? Да, конечно. В последнее время в обществе очень много начинается вопросов, вернулся ли коронавирус и вернется ли, опять же, запретной мерой карантин. На самом деле, это вброс информации часто происходит со стороны соседних государств. Это Китай, это Российская Федерация. Да, есть новостные порталы, где отмечают, что 7 тысяч человек сразу заболело, в день госпитализируются и в России, в некоторых регионах идут госпитализации пациентов. Но в Казахстане никакой картины не наблюдается. Да, действительно, как врач могу сказать, что очень, не очень, но много пациентов пошло, которые с такими жалобами, сходными, которые описывают новостях в соседних государствах. Это болит горло, есть озноб, есть умеренная суфибридная температура, но часто этих температур нет. Да, мы выявляем на рентген-картине, либо на компьютерных томографиях изменения в виде пневмонии. Но пневмония характера больше вирусного генеза. Но определить, какой вирус это сделал с легкими, невозможно. Это может быть карневерс, может быть, это вирус гриппа А или Б. Вирусное, ну, на корни похоже. Опять, потому что недавно у нас был ажатаж с корью, хотя, на самом деле, это, возможно, тот же был и коронавирус, который только начинался. Но сейчас, так как погода меняется, и эти симптомы увеличились. И на второй вопрос, вернется ли карантин. Вряд ли, так как многое население у нас в свое время было вакцинировано, и многие переболели, есть хоть какой-то уже иммунитет. Так как летальных случаев в наших клиниках не отмечается. Спасибо. С нами в прямом эфире был пульмонолог Абзал Малбасканов. Он рассказал о новом штамме ковида. А сейчас, коротко о главном к этому часу. В Казахстане ужесточат требования к хостелам и вузам. Как именно? В Алматы начнут принимать заявки на арендное жилье для молодежи. Когда? Вы смотрите новости, мы продолжаем. Требования для хостелов и вузов ужесточают в Казахстане. Такое заявление сегодня сделал глава Миннауки Саясат Нурбек. По новым правилам, отечественные университеты должны будут стопроцентно обеспечивать жильем вновь поступивших в учебное заведение студентов. А для владельцев хостелов повысит ответственность за обеспечение безопасности. А вот кто и как будет за этим следить, узнавала Мира Альжанова. Триггером для ужесточения требования стала трагедия в одном из алматинских хостелов, где при пожаре погибли 13 человек, в том числе студенты. Отныне владельцы таких бюджетных гостиниц должны будут максимально обеспечить безопасность постояльцев. Контролировать нововведения будут в Миннауке. Сегодня глава профильного ведомства Саясат Нурбек объяснил, как это будет происходить на деле. Ведь на сегодня только в Алматы насчитывается 85 хостелов, где проживает учащийся вузов. Теперь будем еще дальше увеличивать, усиливать требования к безопасности. Сейчас, вы знаете, создана специальная правительственная комиссия. Ждем заключения этой комиссии. И те хостелы в будущем и те текущие, которые заключают договора с университетами, высшими учебных заведениями, к ним будут еще добавлены, выставлены более жесткие условия по обеспечению безопасности. На сегодня по стране в жилье нуждается порядка 17 тысяч студентов. Самая большая потребность в Алматы и Астане. Между тем, как сообщил министр до конца года, построят 43 студенческих общежития на 10 тысяч койко-мест, при этом ужесточат и требования к вузам. Их обяжут обеспечивать жильем вновь поступивших студентов. В свою очередь глава Минпросвещения Гани Бесимбаев рассказал о подготовке педагогов. Возможно, мы придем к тому, что в будущем все студенты третьего курса, если они пройдут определенную, конкретно закрепленную в школе педпрактику, а в четвертом курсе необходимо рассмотреть, чтобы они уже начали работать, для того, чтобы уже полностью погрузиться в педагогические деятельности. Тогда мы уже по завершении получим совершенно уже более подготовленный педагог. На сегодня порядка 80 тысяч студентов обучаются по педагогическим специальностям в колледжах. По данным Минпросвещения, в республике обновляют и более 500 образовательных программ. Для улучшения качества образования утвержден и профстандарт «Педагог». Мираль Жанова, Дания Ромар, Достан Тимур Бекуло, телеканал Алматы, Астана. Между тем, больше половины иногородних студентов Алматы обеспечены местами в общежитиях. Такую информацию сегодня предоставил замакима города Арман Крыкбаев. По его словам, сейчас в мегаполисе обучается 199 тысяч студентов, из которых 124 тысячи прибыли из других регионов страны. Совместно с вузами проводится постоянная работа по обеспечению учащихся комфортными местами для проживания. На сегодня в городе функционирует 102 общежития, в которых проживают свыше 33,5 тысяч студентов. Подали заявление на получение общежития 66 тысяч студентов. То есть, исходя из этого, мы, соответственно, и строили работу совместно с Министерством науки и высшего образования. За этот год у нас 114 инвесторов, с которыми мы ведем сейчас активную работу. 47 объектов сейчас запущено. Из них вот 15 проектов, которые мы планируем завершить до конца этого года. То есть, здесь один объект строится на 980 койко-мест, это общежитие КБТУ и остальные. Это реконструкция непрофильных объектов. Мегаполисы также активно трудоустраивают молодежь с начала года. По результатам ярмарок в Акансии, работой обеспечили 34 тысячи молодых людей. Из них свыше 27 тысяч трудоустроены на постоянные рабочие места, отметил замглавы города. Помимо этого, ведется работа по обеспечению досуга подростков. До конца года в мегаполисе откроются 8 молодежных комьюнити-центров. Для того, чтобы создать определенные инфраструктурные условия для охвата этой категории молодежи, мы создаем такие комьюнити-центры. Вышеуказанный комплекс мер позволит снизить долю молодежи НИЦ с 8,3%, это 53,8 тысяч, до 7,3%. Это 47,3 тысячи за 11 месяцев 2023 года, согласно официальным статистическим данным. Более двух тысяч квартир предоставят молодежи Алматы по программе арендного жилья. Прием заявок будет проходить с 11 по 15 декабря. Жилплощадь выдадут сроком на три года без права выкупа. За это время молодые специалисты могут накопить средства на покупку собственного дома или квартиры. Подробнее об условиях программы. Рустам Орлбаев. Алматинка Куравай Бакаджан Казе – мать двоих детей. В квартире по программе арендного жилья ее семья живет уже два года. За это время ей удалось накопить солидную сумму, которую она намерена направить на покупку собственного жилья. Я считаю, эту программу очень удобной. Без нее мы платили бы за аренду где-то 150 тысяч тенге каждый месяц. Только за три года мы бы отдали кому-то почти 5,5 миллионов. А так мы откладываем эти деньги, чтобы уже скоро купить квартиру. Из-за этого не знаю, когда бы мы накопили. Сейчас эта программа действует только в городах республиканского значения – Алматы, Астане и Шимкенте. Участвовать в ней может только официально трудоустроенная молодежь. Минимальный доход заявителя должен составлять 40 МРП, то есть чуть меньше 140 тысяч тенге. Квартира предоставляется в аренду на три года без права продления и без права выкупа. Это дает возможность молодым людям открыть депозит в банке и накопить определенные средства, в последующем участвовать в других программах и приобрести свое жилье. Арендная плата будет зависеть от квадратуры квартиры – это примерно до 20 тысяч тенге. Госпрограмма действует в Алматы с 2019 года. С тех пор жилье по ней получили свыше 2,5 тысяч жителей мегаполиса. Раньше обязательным критерием был возраст не старше 29 лет. Однако с новым стартом его увеличили до 35. Рустам Аралбаев, Сагндаймонайтпасов, телеканал Алматы. И о событиях в мире. 11 альпинистов обнаружили мертвыми после извержения вулкана Марапи на острове Западный Суматра в Индонезии. Трех человек удалось найти живыми. Еще 12 пропали без вести, но их поиски пока приостановили из соображений безопасности. Из района рядом с вулканом на сегодня эвакуировали 49 альпинистов. Напомню, крупное извержение произошло двумя днями ранее. Столб пепла достигал трех километров. Власти страны объявили второй уровень опасности. Индонезия находится в сейсмически опасной зоне в Тихоокеаническом вулканическом огненном кольце. В стране насчитывается около 130 действующих вулканов. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате мощного землетрясения на Филиппинах. В минувшие выходные на территории этой страны в течение двух часов произошло сразу 22 толчка магнитудой от 5 до 7,6. В результате на острове Минданау было разрушено несколько зданий. После сильного землетрясения власти активизировали предупреждение о цунами. Сообщается, что эпицентр залегал на глубине 32 километров и примерно в 20 километрах к юго-востоку от города Хинатуан. В нем проживает более 40 тысяч человек. Соседняя Япония также активизировала предупреждение о цунами на юго-востоке. Как заявляют местные метеорологи, сейчас опасность стихийного бедствия миновала. В Алматы пятые сутки ищут 34-летнего Тимура Попова. В ночь с 29 на 30 ноября мужчина вышел из дома и не вернулся. По словам супруги, в 3 часа утра следующего дня на ее телефон пришел сигнал СОС с геолокацией Талгара со смартфона ее мужа. После он уже не выходил на связь. Однако никто из знакомых в Талгаре его не видел, а полиция не нашла никаких следов мужчины по отправленному местоположению. Он был одет в темную куртку, синие джинсы, желтые ботинки, рост 1,83 метра, черные волосы, карие глаза, имеются залысины и носит он бороду. Все, кто располагает информацию о местонахождении Тимура Попова, просят сообщить в полицию. Касым Жумар Тукаев поздравил казахстанцев с Международным днем волонтеров. Праздник, утвержденный на 40-й сессии Ассамблеи ООН в 1985 году, призван подчеркнуть важность добровольного, безвозмездного вклада в помощь нуждающимся в различных сферах. Благодарю всех, кто участвует в общественно значимых мероприятиях, реализует благотворительные проекты, заботится о нуждающихся. В вашей созидательной деятельности проявляется подлинный патриотизм. Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны, отметил президент на своей странице в социальной сети. Отмечу, по инициативе главы государства 2020-й был учрежден годом волонтеров. Повысить качество дорог в Жамбылской области – такое обещание дал сегодня Аким Ербул-Карашукеев. По его словам, область попала в число регионов, где недостаточно хорошо следят за строительством дорог. Поэтому местные власти планируют усилить надзор. В области планируют отремонтировать 810 километров дорог. В следующем году при строительстве и окончании строительства уже начатых проектов и новых проектов неукоснительно привлекать вот эти все виды надзора, чтобы обеспечить качество дорог. Эта работа будет продолжаться. Важность качества дорог для безопасности жителей и гостей нашей области мы, конечно же, понимаем. Грузовые авто будут взвешивать перед въездом в Астану. Как сообщил вице-министр транспорта Саджан Аблалиев, эта мера обеспечивает сохранность столичных дорог. Уже с октября Акимат начал строить 6 точек заезда автотранспортных средств в город. Автоматизированные станции измерения устанавливают согласно дорожной карте, разработанной несколькими ведомствами, в том числе Минтранспортом, МВД и столичным Акиматом. На сегодня силами 43 передвижных постов контролируется 157 тысяч километров дорог. То есть на один пост приходится 5000 километров дорог. Поэтому в декабре 2022 года приняли закон, определяющий порядок работы автоматизированных станций измерения. Закон предусматривает установку оси на местных дорогах, а также обязательный проезд через оси транспорта грузоподъемностью свыше 12 тонн. Это был последний материал выпуска. Мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Дина Женабекова и Диас Мохамбетов. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова